Дмитрий Кобылкин сегодня в торжественной обстановке вручил муравленковцам государственные награды Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 19 человек удостоены почетных грамот, благодарностей. Один из жителей награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Продолжит Татьяна Бойко. В многопрофильном лицее почетных гостей встречают восьмиклассники школ города, участники проекта «Вослава Отечеству». Ребята представили губернатору лучшие макеты мемориалов славы, городов-героев и ключевых событий времен Великой Отечественной войны. Мы, ученики восьмого Б-класса школы номер 3, представляем вам макетный мемориал в честь погибших мирных жителей и воинов-освободителей города. А в атриуме собрались нефтяники, педагоги, воспитатели, предприниматели, работники культуры и молодежь. Сегодня многие из них удостоены государственных наград. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени Дмитрий Кобылкин вручает Фердовесу Хайрулину, электрогазосварщику филиала «Газпромнефть-Муравленко». На предприятии он работает 33 года. Это его уже вторая столь высокая награда. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени он получил в 2007 году. Подарки получать, конечно, хорошо, приятно. И в то же время это обязывает. И я хочу сказать, когда оценивают твой труд, это вообще приятно. Указом президента России почетное звание заслуженной работник нефтяной и газовой промышленности присвоено Елене Рогожкиной. Она много лет трудится в лаборатории филиала «Газпромнефть-Муравленко». Немножечко, может быть, это даже было неожиданно, получить такую высокую награду. Ну, я, конечно, очень счастлива, потому что, думаю, ну не всем россиянам такое счастье выпадает. Ну, так получилось, что я, наверное, вошла в их число. Всего награды из рук губернатора получили 19 муравленковцев. Все они внесли весомый вклад в развитие города и округа в целом. Очень приятно, что мой труд по достоинству оценен. И вдвойне приятно, что эту награду я буду принимать из рук губернатора. Действительно, в нашем округе созданы настолько комфортные условия для образования, что можно и повышать профессиональные возможности, реализовывать их на благо нашего родного Ямала. Я благодарен Дмитрию Николаевичу за то, что у нас на Ямале существует уникальная и очень эффективная система работы с молодежью. Она, без сомнения, одна из лучших в стране. Я благодарен ему за всестороннюю поддержку, которую он оказывает молодежи нашего округа. Между тем, здесь же, в Атриуме-Лицее, у горожан была возможность не только услышать о стратегии развития Ямала, но и лично задать вопросы губернатору. К примеру, молодежь интересовал проект «Лидеры России», наставником которого является Дмитрий Кобылхин. В частности, спрашивали, связан ли этот проект с волонтерством, важен ли он для успешного карьерного роста и как стать настоящим лидером. Был вопрос и о создании у Муравленка современной библиотеки. Задавали и глобальные вопросы о строительстве дорог, перспективном развитии промышленности и другие. Ямальские проекты, они очень дорогостоящие, сложные. Но мы понимаем, что это дополнительный источник финансирования нашего окружного бюджета. По вашим прогнозам, как он может пополниться в дальнейшем и будут ли от этого быстрее и больше строиться объекты социальной сферы? Спасибо. Конечно, мы ждем отдачи от этих проектов. И, безусловно, отдача эта наступит в ближайшее время. Мы уже эти изменения видим. Вы знаете, что бюджет этого года был принят бездефицитный на Ямале. Мы надеемся, что какая бы тяжелая ситуация вокруг России не складывалась, но вы понимаете, что мы не живем на другой планете. Мы живем в таких очень тяжелых, сковывающих нашу экономику в тяжелое время. И, по большому счету, даже при этих санкциях мы научились жить, формировать и реализовать наши проекты. Встреча с губернатором длилась более часа. Это был открытый, честный разговор. Горожане получили ответы на все заданные вопросы. Натяна Бойко, Сергей Шалафан, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.